добрый день дорогие друзья с вами снова компания я мороз алексей в этом видео мы вам покажем как просто без затей с минимумом инструмента без всяких станков домашних условиях самому покрыть одну сторону мы покроем одинарным пальцем с другой стороны покроем двойным и все это покажем от начала до конца в миниатюре мы покажем как самому покрыть крышу одинарным или двойным замком фальц вся работа будет сделана вручную и так прежде чем начать монтаж фальцевой кровли вручную сначала надо распустить как правило лист шириной метр двадцать пять распустить пополам шестьдесят два с половиной сантиметра но в нашем случае я вам делаю полоски по уже чтобы показать принцип предположим эти картины по шестьдесят два с половиной сантиметра они здесь по 40 будем гнуть их используя вот этот самодельный станок ссылку об этом станке вы увидите в описании себестоимость очень низкая его тут нужно три уголка 75 и сварщик на 20 минут василий давай согнем листы вставляю сгибаем маленький замок берем следующий меняем на большой вас сгибаем большой замок для одинарного фальца таким образом мы заготовили заготовки для одного ската кровли для одинарного замка этот замок у нас два с половиной этот четыре с половиной и любой кровель материал монтируется снизу вверх и поэтому нам нужно сделать карнизную планку она имеет такое сечение за эту кромку бы я буду подводить наши фальцевые панели и загибать сюда полтора сантиметра карнизные планка или капельник как называют необходимо забить боковые клеммера для того чтобы они будут удерживать загибать наш крайний лист клеммера нужны для того чтобы не дырявить наш металл кровельный и сделать прочным крайний лист устанавливаем первую картину чтобы потом конек предусмотреть она должна быть на два с половиной три сантиметра выше и так мы крепим крайнюю картину она сидит прочно в своем месте и целый непродырявленный лист вот для этого делаются боковые клеммера прочно эти скрытые клеммера держат крайний лист нужно оставлять напуск на загиб как на коньке оставляли два с половиной сантиметра три на устройство конька так и снизу надо оставлять полтора два сантиметра на загиб под этот капельник прибиваем клеммера приблизительно 50 60 сантиметров расстояние между ними и загибаем нужно иметь ввиду если у вас цветной материал то клеммера нужно забивать вот таким образом цветной частью на маленький замок и загибаем таким образом и вот у нас лист без одного гвоздя до сверху не забита в этот лист он закреплен теперь приступаем к монтажу следующие листа станок фальспрокатный может прокатать и из-за рулона по всей длине но мы же делаем в листах и теперь я хочу показать вам как соединить два листа между собой соединение поперечных лежачих замков два сантиметра мы завалили киянкой вот эти два замка поднятых прочертили линию двухсантиметровую и щипцами либо клешнями подымаем начинаем подымать это у нас будет нижний лист некоторые делают в этих местах разрезы но это противоречит понятиям фальцевой кровли обязательно нужно заваливать замки и загибать по всей длине это миниатюре но очень доходчиво то же самое мы делаем с другим листом только наоборот все ребята делается вручную нормальный жестянщик а я думаю что вы люди с руками вы обязательно это сделает чтобы два замка сошлись вот таким образом и можно было их пробить киянки и вот вы видите для чего все это делалось после того как мы сбили киянкой два листа между собой нужно также подымать возвращать вот по этим линиям наверх большой и малый замок картины можно до бесконечности соединять и вода будет проходить четкое соединение между собой весь кровельный материал скрыт в этих замках если попадаются у вас на замок клеймер лучше сместить здесь и так четыре слоя металла если еще клеймер сюда забить это уже будет 6 и 8 это будет перебор придаем крайней кромке жесткость боковые лишние детали нужно срезать смотрите как происходит можно использовать вот этот инструмент шеляйзин это профессиональный инструмент для закрытия вручную одинарного и двойного замка я даю за него 67000 но смотрите любой кузнец это сделает вам за минимальные деньги я думаю этот держатель руки здесь вот эта кромка два с половиной сантиметра и лопатка и закрываем замок переворачиваем наш инструмент пример а видите когда мы их поворачиваем они окрашивается в этот же цвет металла их практически незаметно но выполняют они важную функцию они уже не дают металлу приподняться из замка да они держат мы еще завернем и сделаем замок на самом краю чтобы картины не спускались вниз берем щипцы и загибаем два листа совместных они не благодаря этому замку они не спустятся вниз чё вас приуныл так обед ну займись вас сейчас всего снова замерла все до рассвета дверь не скрипнет не вспыхнет огонь только слышно на улице где-то одинокая бродит гармонь мы покрыли одну сторону одинарным фальцем и чтобы крыть другую сторону выступы будут мешать смотрите что нужно сделать не нужно стесняться металла металл уважает тех кто с ним уверенно работает мы покрыли для вас в миниатюре скат фальцевой кровли одинарным замком в листах вручную стоит задача у вас есть листы и вам надо вручную это покрыть пожалуйста а теперь усложним задачу следующий скат мы покроем двойным замком для двойного замка большой фалец имеет 5 половиной сантиметров маленькие 4 с половиной 5 сантиметров большой замок 4 с половиной сантиметра 4 с половиной сантиметра и и и и и и так фальцевый замок нужно завернуть два раза и так приступаем к загибу первого замка шансов в воде протечь нет мы загнули одинарный замок но заготовка сама повыше чем одинарный высота четыре с половиной чтобы было возможно загнуть второй замок сейчас я покажу как это производится а зачем делать двойной замок либо одинарный если у вас есть на крыше пологие участки минимальный угол наклона кровли залежи снега то конечно лучше использовать двойной замок протечь на этом стыке в шансов воды абсолютно нет если скат кровли слишком пологий одинарный фальц не подойдет вот твой удар вода поняла решила идет этот маленький замок этот большой и начинаем щицами загибать это место никогда не протечет потому что это верхняя точка кровли наша крыша условно считается покрытой но перейдем к декорированию самой кровли а именно фронтонные части боковыми планками алексей зачем нужна ручная работа а потому что у всех есть фальцевый фальц прокатный станок гибочные станки скажем вы живете в провинции у вас есть только листы гладкие и минимум инструмента и мы вам показываем как нужно это сделать вручную итак дорогие друзья мы исполнили для вас монтаж двухскатной крыши фальцевым способом вручную с одной стороны мы сделали одинарным замком с другой стороны двойным надеюсь наше видео было для вас полезным познавательными с вами был мороз алексей василий компания кровь монтаж пока подписывайтесь на наш канал